Русская Америка Русская Америка Русская Америка Русская Америка Повесть Местный климат не столь суров, каким его можно было предполагать в этих широтах. Из дневников врача-натуралиста-путешественника Г.Г. Лансгрофа о Русской Америке, 1805 год. Пролог Леса, вековые леса северных западных джунглей. Журчащая лесная речушка образовала широкую заводь, берега которой украсила невообразимо живописная поляна. Высокие сочные травы, множество цветов, белые, красные, желтые, меж которых порхают крошечные птахи семейства воробьиных и жужжат насекомые. Синие и красно-оранжевые бусины ягод кружатся изящные бабочки. А вот и она, загадочная рыжешейная калибри, птичка невеличкая. Пестрая рыжешейка не больше той бабочки подлетела к нежному цветку и своим клювиком-иглой пьет нектар, при этом непрерывно трепыхая крылышками. Подходит к концу долгий августовский день. Фиолет и янтарь заката. Рядом с берегом, огибая желтые речные кувшинки, плывет семейство лебедей. Грациозные птицы легко скользят по водной глади. Впереди один из родителей, затем гуськом четверо бурых подростков и, наконец, второй белоснежный лебедь. А речушка все поет и поет. Чуть ниже заводи ступенятся невысокие пороги, на которых пенятся молочно-хрустальные воды, алмазные брызги. Сказочная, неведомая страна. Или почти сказочная. Часть первая. Ситка. Здесь и далее автор дает пояснительные справки, потому что в книге встречается множество незнакомых нам, современным людям, слов. Я, как чтец, буду передавать их в тех местах, где их вложил автор, чтобы не отвлекать внимание зрителей постоянными перемещениями. Происходит это примерно раз в две-три страницах. Итак, пояснительная справка. Большой остров Ситка, ныне остров Бараново, расположен в Тихом океане подле северо-западного побережья Америки. До 1867 года здесь находилась столица русских колоний Новоархангельск. Климат относительно мягкий, снегопады случаются крайне редко, но лето дождливое, горы, непроходимые леса, незамерзающие бухты. Так что, если вы где-то встретили незнакомое непонятное слово, то, скорее всего, в скором времени сам автор даст пояснение, что же это такое. Первое. Алиуты гребли мерные споры. Служилый человек колымский казак Дмитрий Буза, зажав меж колен тяжелый мушкет, сидел с опущенной на грудь головой и, казалось, дремал. Водяная пыль кропила его мужественное, даже несколько высокомерное лицо, а ветер шевелил гриву волос, что спадали на плечи и спину из-под медвежьей попахи. Байдара, лодка, обтянутая нерпичьими шкурами, в зависимости от размера, вмещающая от 4 до 40 звероловов, направлялась на север острова Ситка, в селение индейцев Тлинкитов. Четверо алиутов, морской народ Америки, уверенно вели челун к намеченной цели. Поначалу пролив был довольно широк, с обрывистыми скальными берегами, поросшими темным хвойным лесом, но потом берега стали сходиться и образовали узкий проход с сильным встречным течением. Желтолицы и грибцы с трудом преодолевали напор водной стихии. Дмитрий тряхнул головой, отгоняя рой навязчивых мыслей. Огляделся. Скалистые берега, высокие горы, подступающая прямо к воде зеленая стена соснового леса. Шабаш голову ломать, поработать надо. Казак снял перевязь с саблей, положил рядом кремниевое ружье и пистолет, мешать будут. Батона, давай запасное весло. Туземец молча протянул весло, дружелюбно улыбнувшись. Взяв весло, Русич энергично со знанием дела принялся за работу. Опа! 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 Перечень всех титулов и заслуг колымского казака Бузы занял бы немало времени. Но одним званием Дмитрий гордился особо. Сибирский дворянин. Тешил этот титул мятежную душу сибиряка. А все прочее. Десятник, опытный артиллерист, бывалый мореход. То мелочь. Дворянин — это да. Легкий челн преодолевал напор встречного течения. Искрились соленые брызги. Вокруг с криками кружили чайки, добывая себе пропитание. Изредка попадались навстречу морские бобры — коланы. Опа! 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 Солнце садилось. Путникам пришлось выйти на берег. Усталые и продрогшие они принялись собирать сушняк. Один из алиутов пошел поискать пресной воды для приготовления ужина. Буза не принимал участия в этих хлопотах. Но за окружающей местностью приглядывал. Новоизбежание внезапного нападения индейцев. Казак быстро сменил порох на полках огнестрельного оружия, опоясался с саблей. Любил Дмитрий свое оружие. Содержал в идеальном состоянии. А наследственную саблю просто боготворил. Этот дорогой сверхпрочный клинок добыл покойный отец десятника. Потомственный колымский казак в бою с китайскими хунхузами. Сабля была княжеская. Очень надежная, прочная и легкая сталь. Рукоятка с золотом отделана. Сокровище! Затрещал костерок. В котелке ароматно забулькало. Однако перекусить не мешает. Сибирский дворянин еще раз окинул пристальным взглядом угрюмый бор. В общем-то, калоши не нападут. Замирила компания Индиан. Вековой лес северо-запада Америки. Вверху пошумливали качающиеся макушки деревьев. Внизу царило безмолвие и сумеречный покой. Лесные запахи слегка дурманили голову. Пахло хвоей и морем. Все ладно. С пищей, подданные рак, справились быстро. Хорошо да ладно. День давно угас. Потускнел небосвод, и на нем засветились первые, самые нетерпеливые звездочки. В ветвях ближайших к биваку разлапистой ели суетились белки. Мелькнул в траве юркий писец. Где-то в глубине леса проухал собирающийся на охоту филин. Снова подступили невеселые мысли. Их высокоблагородие Петр Егорыч не жалует меня. Послал на заведомо проигрышное дело. Ага. Отдадут калоши своих пленников. Держи карман шире. А если вести переговоры с американцами неправильно, еще и с тебя голову снимут. Правителю Чистякову про форма, а мне рискуй шкурой. Ей, бо, надоело все. Волнения казака были небеспочвены. Правительству Русской Америки донесли, что ситкинские тлинкиты сожгли шлюп браконьеров. В том бою было убито пятеро белых и трое захвачено в полон. Парусник частный, браконьеры, скорее всего, бостонцы. Следовательно, вокруг их гибели шумихи не будет. Ни того полета птицы, воронье, считай пираты. Но есть пара серьезных «но». Первое. Общественное мнение соседних колоний. Всегда хорошо, ежели соседи считают, что у тебя все под контролем. Второе. Нельзя позволять индейцам проливать кровь белых людей. Особенно калошам. Сегодня они перережут разбойничающих бараконьеров-американцев. А завтра примутся за тебя и твоих людей. Поэтому-то и был послан в Клинкинское селение десятник Буза. Если служилому удастся вызволить пленников, чему сам Чистяков не особенно верил. Плюс администрации рак. Если казак вернется с пустыми руками, что и, скорее всего, произойдет. Все равно плюс правителю. Принимал возможные усилия. Гуманизм и прочь. Ну а если дикари прирежут казачьего десятника, тот сам виноват. Нужно было быть ловчее. Звание сибирский дворянин присваивалось сибирским губернаторам за выдающиеся заслуги и не передавалось по наследству. Калоши. Так русские колонисты называли индейцев тлинкитов. Петр Егорович Чистяков. 1790-1862 года жизни. Адмирал российского флота. Участник морских сражений в Черном море. Дважды совершил кругосветные путешествия и был главным правителем Русской Америки в 1826-1831 годах. Американцами – так русские колонисты называли туземцев нового света. Бостонцы – так русские называли граждан США. К тлинкитскому причалу Байдара подошла в полдень. Индейская пристань раскинулась вдоль береговой линии с саженей на полтораста. Высоченные, расписные, покрытые изящной резьбой, тотемные столбы. Длинные, выдолбленные из цельных стволов американского кедра, выкрашенные в разные цвета океанские каноэ. Надежные деревянные лестницы для подъема на крутые части берега. Впечатляюще смотрятся, а вы говорите дикари. Их уже ждали. Два десятка облаченных в боевые плащи и деревянные доспехи с муглокожих черноволосых воинов толпилась на берегу. Дмитрий повеселел. Буза был человеком войны. Опасность будоражила кровь казака. Ничего. Тридцать три года уже намерил. Голову снимут воля божья. Но и я им кровя пущу, случись чего. Сибирский дворянин положил крепкую руку на эфес сабли. Порох сухой, курки взведены, кольчуга под кафтаном надежна. Ни стрело, ни ножом не пробьешь. Ну давай, американцы, встречайте представителя властей. Голубые со смешинкой глаза русича блестели. Вперед вышел среднего роста плечистый краснокожий атлет. На тлинките не было воинских доспехов. Суконная рубаха почти до колен украшенная бахромой. И узкие кожные ноговицы, покрытые затейливой бисерной вышивкой. На груди ожерелье из медвежьих и акульих зубов. На голове деревянный шлем в виде ворона. Из оружия только боевое копье с остальным наконечником. И массивный нож якутской ковки. Казах ступил навстречу. Вот уж с кем не хотел, но и не свидеться. И ель, племянник вождя. Вроде как товарищ он мне, как минимум. Ежели американцы сейчас зачтут резню, то племянника нужно первым положить. За старшого тот у воинов. Порешу атамана будет шанс уйти от смерти. Господи, 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 защити. Предводитель индейцев тоже не рад встрече. И ель заговорил по-русски, без приветствия. Это было, конечно, сильно исковеркано, но понятный русский. Видно, остальные присутствующие здесь талинкиты русского не знали. Митрий, напрасно ты пришел к нам. Вожди недовольны этому визиту. Беда случиться может. Ведаю о том. Чистяков меня послал за пленниками вашими. Старейшины должны подчиниться распоряжению белого на нука. Калоши находятся под властью России. Неправильно идти против воли правителя. Большое неуважение. Дмитрий специально ответил на тлинкинском, чтобы его все поняли. Хорошо. Пошли к вождям. Не говоря больше ни слова, двинулись в селении. Краснокожие воины, больше похожие на фантастических рыцарей, обступили казака. Грозное зрелище представляли талинкиты, пластинчатые деревянно-костяные панцири, толстые, практически непробиваемые пулями, плащи из лосиных шкур, тяжелые, ярко разрисованные деревянные шлемы. Индейцы вооружены копьями и тяжелыми топорами-томогавками. Некоторые имели при себе ружья. Буза сохранял спокойствие, невозмутимо щурясь. Четверка Алиутов осталась у Байдары. Сохрани бог белых людей, жизнь русского косяка. Идти было недолго. Ближе к селению, когда лес начал редеть и перешел в перелесок, стали попадаться смуглолицые черноглазые сквау. На многих индианках платье из дешевых европейских тканей. Контакты с русскими и другими колонизаторами сильно изменили одеяния американских аборигенов. Миловидны были калашанки, но портили их колюшки. Фу! Озерцо, подле которого расположился поселок Тлинкитов, с одной стороны опоясывали высокие холмы. Их крутые склоны сплошь покрыты зарослями лиственниц, столетних сосен и елей. Несколько дальше берег был отлок. Здесь, соседствуя с пахучими кипарисами, произрастал ивняк. По другую сторону выселись скалистые обрывы. Вытянулись вдоль озера длинные бревенчатые дома, покрытые неописуемыми орнаментами. Деревянные, своеобразные, непривычные для европейского ока кружева. Перед жилищами громадные двадцатисаженные тотемные столбы прямых ядровых стволов, украшенные фантасмагорической резьбой, являющие изображение птичьих голов и звероподобных чудищ. Тотемы увековечивали историю легенды племени. Красиво и необычно смотрится деревянное индейское селение на фоне величественной, практически девственной природы. И ель вошел в барабуру вождя. Подождем, нам не привыкать. Слегка шмыгнул носом посланник Рак. Но ждать пришлось недолго. Племянник Тайона пригласил десятника Бузу в дом. Ну, помогай, Господь. Дмитрий быстро, незаметно перекрестился. Вождь Наушкет встал навстречу русскому посланцу. О, уже кое-что. Индияне убивать меня пока не собираются. Поживем. Хорошо бы еще хоть одного из пленников вызволить. Утру тогда нос их высокоблагородию Чистякову. Обменявшись рукопожатиями и приветственными речами с туземным патриархом, казак подошел засвидетельствовать почтение сидевшему возле очага дряхлому Дальхотину, прежнему вождю ситкинских тлинкитов. Дмитрий знал, что делает. Выказывать уважение к старцам – очень хороший тон в глазах индейцев. Впрочем, уважению к старикам Дмитрия приучил дед. Дед, собственно, и воспитавший его, дед наставлял – жизненный опыт частенько переигрывает ум и самое лучшее образование в простых мирских ситуациях. Умный молодой человек думает и догадывается, чем может закончиться дело. А старый человек уже видел, чем подобное дело закончилось. Атмосфера в барабаре сразу потеплела. Дмитрий сие просто брюхом почувствовал. Поживем еще. С волками жить – поволчь и выть. По индейским обычаям спешить с делами – дурной жест. Дмитрий Буза вовсю изображал беспечного гостя. Угощения, которыми почувал тайон незваного визитера, были вкусны. Пьянящий напиток прохладен и более-менее крепок. Кабы ни дела служил их, гульнул бы от души. Прислуживали на трапезе индиянки рабыни. Еще баранов запретил у туземцев рабство. На одно дело бумажный указ, а другое – традиции. Табак был перемешан с просушенной медвежьей ягодой. Десятник хорошо знал сие наркотическое зелье. Хитер-тайон на ушкет. Не зря верховный в своем племени. От такого угощения я сейчас срублюсь. Вот-то поил красномазый. Однако сибирский дворянин был крепким мужем, а еще более азартным человеком. Очень уж хотел казак утереть нос Петру Егорычу Чистякову. Мол, мы все могем, если захотим. И тем более, ежели поднатужимся. Переговоры были долгими. На ушкет неплохо знал русский. Дмитрий кое-что усвоил из Тлинкицкого. Торг за человеческие жизни. Нет, казак вовсе не жалел обнаглевших браконьеров, бивших китов и морского зверя в чужих водах. По делам досталось. Но уж если взялся за гуш, не говоришь, что не дюж. Русский узнал, что двоих бледнолицых пытают четыре ночи к ряду, а третий получил в битве тяжелое ранение, и старейшины решили сначала излечить его. Пытать достойнее здорового врага. Буза умел вести переговоры, а он предложил компромисс. На ушкет выдает посланнику правителя рак этого третьего больного полонянина, за что казак докладывает Чистякову, дескать, был только один пленник, которого Нанук, ситкинских краснокожих, уважая силу длиннобородых, дарит большому белому вождю. Нанук. Индейское слово. Повелитель. Косяк. Искаженный алютами казак. Колюшка. Деревянные либо каменные украшения в виде диска, которые женщины-тлинкитов вставляли в нижнюю губу. Александр Андреевич Баранов. 1746-1819. Легендарная личность. Первый главный правитель Русской Америки в 1790-1818 годах. Длиннобороды. Так аляскинские аборигены звали русских. На утро ель провожал Бузук причал. Голова у десятника гудела. Похмельный синдром. Живы еще мученички. Осведомился о судьбе истязаемых браконьеров казак. Один, однако, и сдох. Похоже, повезло не Русю. Освобожденного пленника погрузили в кожаный челн. Дмитрий пожал руку краснокожего приятеля. Появляйся в Новоархангельске. Обязательно. Когда Буза уже собрался повернуть к лодке, индейец вложил в ладонь казака увесистый кесет. Дмитрию нравится такое курево. То была медвежья ягода, легкое наркотическое зелье. Отдарюсь, улыбнулся Русич. Байдара со скрипом сползла с прибрежной гальки. Четыре весла ударили по воде. «Вперед, ребятушки!» Вальяжно развалившись на корме, Дмитрий набивал зелье в свою трубку. «Ох, сейчас полегчает!» На исходе дня спасенный браконьер пришел в сознание. «Как кличут тебя, хлопец?» Усмехнулся сибирский дворянин. Седой, пятидесятилетний морской волк русский не знал, но о сути вопроса догадался. «Корикот!» Приложил браконьер руки к груди. «Жить будешь, кат!» Усмехнулся казак и слегка подтверждающе закачал головой. «Повезло тебе!» Про себя Дмитрий с удовольствием подумал. «Да, утер я все-таки нос их высокоблагородию Петру Егорычу!» Кат, устаревшее слово, палач, в некоторых губерниях России употреблялась как современная гад, подлый и отвратительный человек. Здесь как игра слов. Второе Мореходы – народ особой закваски. Люди водной стихии всегда отличались от сухопутных жителей Земли. Им не понять очарование морей и океанов, не постичь необъяснимость пропитанного солью морского мира. Шторма и штили, ураганный и попутный ветер, неведомые морские животные и загадочные таинственные океанские духи. Господи, помилуй! Сама морская стихия словно огромное мыслящее существо. Тысяча океанских чертей и одна ведьма. Что вы видели, рожденные ползать по пыльной твердыне? Беспощадные ураганные ветра, чудовищно-гигантские волны, могучее таинственное величие. Что вы знаете об этом? Что вы можете знать, ковыляющие по грязи? Только мореходы, люди особой закваски, кое-что кумекают на этой планете. В портовом кабаке было людно и шумно. Растревоженное осиным гнездом, дым коромыслом. Жесткие люди солено-морского мира отдыхали как умели, от трудов не самых легких. Эй, кабачик, «Еще бутыли, Рома!» Здесь не церемонились, пропивая кровью и потом заработанное жалование. «Ты умер, что ли, сухопутная крыса? Пару бутылок за наш стол!» Подовальщики, сбиваясь с ног, сновали меж грязных столов. В темных углах спали мертвецки пьяные, потасканные дамы в заплатанных ярких лохмотьях быстро находили клиентов. Человек, брензи для моей барышни. В дальнем углу шумного заведения разместилась относительно спокойная компания. Под оборотным куртком двое из них шкиперы, а если прислушаться к речам, то знающий человек назовет их нацию – шведы. Капитаны, крепкие сорокалетние мужи, китобои, морские волки. Другие двое плечистых парней – их телохранители. Вот к столу шведов подскочил шустрый рыжий матрос. «Я нашел его!» «И?» «Сейчас подойдет!» «Хорошо, налей себе!» Ждать капитанам пришлось минут 10-15. Этот парень набивает себе цену. Наконец он появился, высокий, худой, с седыми висками и налитыми кровью глазами. Вновь пришедший уважительно поздоровался по-шведски, слегка склонив перед самоуверенными мореходами голову. Переговоры были короткими. «Да, я очень хорошо знаю путь в тот край левиафанов. Если китов, там в половину против твоих росказней, можешь рассчитывать на премию. Их там гораздо больше, господин». Шкиперы не сомневались в словах пришедшего. Про этого морехода все говорили, что он хозяин слова. Самое главное было заполучить пришедшего в свою команду. «Хорошо, налей себе». «Господин, не забывайте, моя должность помощник шкипера на другую не согласен». «Мы в курсе». «Корикот, будешь помощником капитана на моей морской деве, наливай себе, обмоем наш договор». «Шкипер». Так в 18-19 столетиях называли капитанов коммерческих и частных судов. Третье. К 1827 году столица Русской Америки, город-порт Новоархангельск, был довольно приличным населенным пунктом, с неплохой пристанью и множеством административных зданий. Крепость с домом, замком управителя, аптека, госпиталь, конторы, арсенал, библиотека и даже свечной заводик. Частный сектор избы и избушки насчитывал более 50 строений. Десять парусных кораблей входил во флотилию русско-американского порта. Население города составляли 813 человек. В числе их 309 россиян. Остальные были метисами, креолами, алютами, эскимосами, индейцами, танайя, чаще индианками. А жители всей Русской Америки в то время насчитывались в 10 тысяч человек. Из них россиян всего около 800. Крещенные туземцы ходили в церкви. Часовни и церкви стояли помимо Новоархангельской и на Кадьяке, и на побережье Кеннайского залива, и в форте Рос, и на Алиутском острове Уналашка. Каждое утро над столицей владений Рак вздымался флаг с двуглавым орлом. Гарнист играл зарю, когда сгущались сумерки, по крепости и поселению ходила ночная стража. Артиллеристы были всегда на готове, или почти всегда, у своих коронат, единорогов и фальконетов. Еще до рассвета Дмитрий Буза покинул жаркие объятия жены портовщика Елисея Москвина. Москвин большую часть года мыкался по промыслам, добывая меха морского зверя, а десятник утешал тоскующую молодуху. Гримасцы жизни. Но если окончательно разбираться в рогатости, то и сибирский дворянин не избежал сей доли. Три года жил колымский казак с индианкой Калашанкой. В церкви они не венчались, однако Дмитрий считал американку супругой. Окончилась та идиллия печально. Дмитриевская Калашанка сбежала от русского мужа с молодым материковским индейцем Тайоном. Ситуация. Буза крепко переживал этот конфуз, хотя вида не подавал. Однако жениться по новой не спешил. Против избы москвенных на большом валуне сидел на корточках, закутавшись в меховой плащ и ель. «Хот ты, индианин! Никто из горожан не знает, где я ночую, а этому ведомо. Следопыт!» Десятник радостно улыбнулся и, поправив саблю, поспешил к смуглокожему приятелю. Года полтора назад русский спас Тлинкита от разгневанного раненого медведя-гризли. Благородный туземец готов был жизнь отдать за своего спасителя. Казак же относился к двадцатилетнему индейцу как к сыну, ну или к младшему брату. «Здравствуй, дружи!» Они обменялись крепкими рукопожатиями. «Ель, ты у кого остановился? Пади у Тайона, Федора!» Индеец радостно заулыбался, утвердительно кивая головой. «Пойдем, провожу до Барабары, Федора. Заодно и стражу ночную проверю. Дежурство сдам, свидимся». Портовщик. Предводитель промыслового отряда морских зверобоев. Приятели вышли на площадь или бог знает что такое, потому как в те годы в столице Русской Америки, собственно говоря, ни улиц, ни площадей не было. Жилые избы, огороды, казенные здания, стоящие в разброс. Залаяла собака. Мимо проковылял, опираясь на клюку хромой расхожей посыльной в старинном мундире давно упраздненного департамента. Поклоны, приветствия. Остался позади новый двухэтажный дом, в котором помещались квартиры чиновников и конторы. Миновали кухню, где приготовлялись от компании кушанье на всех промышленных, включая и занятых работами иногородцев. Где-то были тротуары из гробылей, где-то каменистая почва, но где-то и грязь. Вышли, наконец, к морскому берегу. Здесь, вне крепостного тына с рожнами из исполинских елей, расположились жилища туземцев. Кожимы алиутов, шалаши эскимосов, несколько отдельно, каложские барабары. Кроме того, находилось тут несколько изб креолов и православная церковь. Давай, дружа. Дмитрий товарищески похлопал индейца по плечу. Скоро появлюсь. Когда казак повернул к городу, прокатился глухой звон. Это нарядчик ударил в колокол, призывая рабочий люд к трудам праведным. И вот уже гуськом подались к лесу за духмяным деревом лесорубы. Кто-то спешил на склады, кто-то на свечной заводик, кто-то на причал. Божий день вступил в свою пору. Сдача ночного дежурства много времени не заняла. В городе все ладно. Постник, обратился Буза к одному из подчиненных. Дай взаймы бутыль браги, гость ко мне пожаловал. Индиянин и ель, что ли? Он самый. Смотри, десятник, такой приятель перережет тебе глотку и глазом не моргнет. Калош, он и есть калош. Хо-хо-хо-хо. Энтому американцу я доверяю. В крайнем случае он с искренним уважением мне нож в сердце всадит. Сибирский дворянин беспечно подмигнул дородному постнику. Брагу давай. Уточнение. Между городом и поселком Туземцев была поставлена стена, чтобы защитить россиян на случай бунта тлинкитов. Такие бунты в Новоархангельске случались, и разделяющая стена помогала. Рожно, рожон, заостренный шест, кол, острый торчок, тычок, рог, установленные не в отвесном или стоячем, а в наклоненном положении. Обогнув покосившиеся изгороди крайнего огорода, русские тлинкит пошли к ближайшему лесу, еще мокрому и черному, но уже высветленному весенним солнышком. По дороге ель сбил стрелой большого гуся. Ха, добычек, одобрительно усмехнулся казак. Разложив костерок, друзья умостились на еловых лапах. Земля была холодная и сыра. Глаза Дмитрия смеялись, он озорно встряхнул свой мешок, в нем звякнули, стукнувшись друг от друга, штофы, глиняные кружки. Зажарили гуся, как говорится, причастились. Хорошо, приятелям, разговоры, шутки. Лес поскрипывал стволами, пахло талым снегом, прелым прошлогодним листом и хвоей, дымом костра и той невыразительной свежестью, которую приносят в самом начале весны летящие с полудня теплые ветра. Благодать! Буза немного вздремнула, на закате талинкит растолкал его. «Митрий, вставай на службу!» Десятник молниеносно проснулся, вылил остатки браги в свою чарку, выпил, крякнул. «Ель, медвежий табак у тебя есть?» «Да, брат!» От туземного зелья в голове русского прояснилось, но абсолютно расхотелось идти куда-либо. «Эх, жизня наша служилая!» Превозмогая приступ апатии, сибирский дворянин поднялся на ноги. «Ладно, дружи, ночную стражу нужно нести. До завтра!» «Митрий, я с тобой пойду!» «Ну, это... Не можно, братка. Завтра свидимся!» Чуть покачиваясь, казак заспешил к казармам городской охраны. Навстречу слегка подгулявшему десятнику попалось несколько моряков и военных. Люди, облаченные в мундиры. Да пара замужних туземок, старающихся выглядеть как русские бабы. В кабинет правителя Русской Америки, предварительно подобострастно поскребя в дверь ногтям, вошел секретарь-порученец Мичман Миломанов. Петр Егорыч недовольно поднял брови. «Что еще?» «Скандал произошел, ваше высокоблагородие!» «Докладывай!» Сибирский дворянин-десятник Дмитрий Буза учинил пьяную драку с флотским офицером лейтенантом Комаровским. Лейтенанту нанесены серьезные увечья. Сломаны ребра, перебито переносится. «В госпиталь положили Комаровского!» Правитель Чистяков стал нервно крутить седой ус. «Вот тахальник этот Буза!» «Под стать фамилией!» «Проступок серьезный, нельзя позволять пьяные дебоши в колонии!» «Дисциплину нужно блюсти!» «А с другой стороны, сей грамотный казак нужен компании, вояка бесстрашный, авторитетный человек!» «Как он тогда у калошей пленного браконьера забрал!» «Есть у десятника заслуги перед колонией!» «Но дисциплину и порядок надо в строгости блюсти!» «Тони Равен час бунтуются подчиненные!» «Им только дай волю!» Петр Егорыч смирил хмурым взглядом секретаря. «Наказать следуя десятника Бузу!» «Но так, чтоб дела наши от этого не пострадали!» «Колымский казак потомственный воин, а у компании служил их... мало!» Порученец под строгим взглядом правителя, приняв стойку смирно, услужливо кивал головой. «Флотский мундир на нем сидит, ладно!» Чистяков вновь задумался, собрав возле переносица глубокие морщины. Трудно думалось. Наконец, чело Петра Егорыча прояснело, и он даже повеселел. «О, хорошо! Примерно накажем смутьяна!» «Объявишь десятнику, что он отправляется в ссылку на Алиутский остров Уналашка. Будет теперь нести островную сторожевую службу. Тамошнее туземное поселение ширится. Отец Иннокентий для иногородцев и храм отстроил, и школу, а управителю Налашки совсем состарился. Есть там пара-тройка креольских семейств, которые приобщают местных туземцев к цивилизации. Но они не вояки. Так, может, чье? А Буза, Буза у нас боец служилого сословия. Крепить следуют завоевания российские. Ступай! Объявишь мою волю штрафнику! Митчман щелкнул каблуками. Оставшись один, правитель подошел к дальнему шкафу. Там у него хранился хороший бренди. Поощрение правильному решению. Петр Егорович действительно мудро разрешил щекотливую ситуацию. Нарушитель наказан, а дальний остров Уналашка получает деятельного поселенца. На Колымского казака можно положиться. Этот вояка сумеет отстоять от посягательств пиратов и браконьеров тамошней земли. Организует вокруг себя Буза Алиутов. Он и народец не из трусливых. Сомневаться не стоит. Молодец! Нет, молодец ты сегодня, правитель Чистяков. Твое здоровье! Часть вторая. Алиутский остров. Алиутские острова тянутся на 1740 километров. Состоят из 110 островов и множества островков, скал, рифов, вулканов. Страна туманов, бурь и дождей. Именно с них начиналась Русская Америка. Первое. К острову у Налашка десятник Дмитрий Буза добирался на парусники Орел. Российское судно доставляло в торговые посты миновые товары. Мука, чай, табак, недорогие ткани, бисер, стальные ножи и топоры. Море было спокойно, слепило солнце. Легкий ветерок и гриво ласкал серебристую поверхность соленоморской стихии. На верхней палубе, свободные от вахты мореходы, похожим на луковицу мыловым корнем, стирали белье в морской воде. Слева по борту открылась береговая полоса. У Налашка второй по величине остров Олиутской гряды. Он показался сибирскому дворянину оранжево-фиолетово-зеленым. На севере той скалистой земли беспрерывно, как заядлый курильщик, пускал в небо клубы дыма вулкан. Его окружили более низкие куполообразные сопки. Снизу, почти до середины, они были одеты в черно-зеленый бархат, мшанник. На вершинах тех сопок лежал снег. Без леса земля не испугала казака. Живут и здесь люди русские. Буза покосился на приятеля Тлинкита. Невозмутимое лицо Еле, медно-золотистого цвета, оно словно вытесанное из куска прибрежных красных гранитов, в которые веками бьют коварные волны, но не могут оставить на них и малые трещинки. Хорошо очерченные волевые губы калоша были плотно сжаты. Узнав, что Дмитрий отправляет в ссылку на дальние острова, Ель спустя некоторое время вдруг твердо заявил, Дескать, поплывет туда вместе с другом и будет защищать его жизнь. Отговорить племянника тлинкинского вождя не удалось. Владой индеец категорически твердил, что, мол, воля богов, и он обязан ее выполнить. Буза уступил, взяв с собой калоша, рассудив. Вдвоем веселей, опять же будет кому спину прикрыть в бою. Ель не подведет. Орел вошел в удобную бухту. Воды у берега прозрачны, на дне светятся красно-белые коралловые рифы. Платилия Алиутов в своих юрких байдарках выспала встречать парусник. А пушечный выстрел приветствия, произведенный с корабля, поднял с прибрежных скал столько птиц, что они на какое-то время закрыли небесное светило. Взором прибывших открылся туземный поселок Иллюлук. Под защитой фиолетово-сине-желто-зеленой сопки укрылось несколько десятков алиутских полуземлянок, среди которых выселось пять или шесть рубленых изб с двухскатными крышами. Но самое главное, чуть в стороне, на небольшом возвышении стоял храм Божий, а на площадке возле него, на высокой мачте, развивался родной бело-синий-красный флаг. Ха! Энте-алиуты воистину подданные России матушки! Пестрая толпа низкорослых женщин, детей и стариков радостно махали руками. Невысокие кривоногие мужчины, те, кто не выходил встречать на байдарках, а остался на берегу, вели себя сдержанно. Казалось, песчаный пляж острова заполонило огромное скопище народу. Хотя и народцев собралось не больше четырех сотен. Шлюпка с хода с хрустом ткнулась в прибойную полосу, и капитан Орла первым соскочил на гальку. За ним спрыгнул Буза, поскользнулся, но, взмахнув руками, удержался на ногах. Резко развернувшись, казак ловко подтянул лодку дальше на песок. Сыльный десятник скривил губы. Примета поганая! Оскользнулся! Однако сразу и забыл Русича тревожной мысли. Матросы, подхватив шлюпку, вытащили ее на берег. От толпы встречающих отделился статный священник. Он смотрелся среди алиутов гулливером. Самые высокие из туземцев доходили человеку до мочки уха. «Отец Иннокентий!» Произнес кто-то из мореходов. Батюшка благословил прибывших и сразу вперед юркнул улыбающийся, во весь свой беззубый рот, одетый в заношенные русские одежды, седой старичок. «Приветствую людей российских!» То был подрехлевший управителю Налашки. Пестрая толпа алиутов в подавляющем большинстве азиатской внешности смотрелась очень живописно в своих колоритно-красочных парках. Правда, и здесь уже чувствовалось русское влияние. Несколько мужчин украсили головы фуражками с лакированными козырьками. Десятка-два туземок подвязались цветастыми ситцевыми платками. Мореходы бойко и спора стали выгружать из шлюпки миновые товары. Порох, тюки ситца, бухты канатов, парусину, гвозди. Была здесь даже пушка. В недавнем прошлом ее сняли из потерпевшего крушения безымянного иностранного брига. Креолы и несколько особо доверенных инородцев без понукания понесли привезенные товары на склады-фактории. Буза помогал матросам. Особенно суетился опальный десятник, когда выгружали пушку. Все ж таки арсенал для дальнейшего несения службы. Иель стоял чуть в стороне, опираясь на тяжелое боевое копье. За спиной краснокожего висел в замшевом чехле из украшенном бисерными узорами и бахромой. Длинноствольный бостонский карабин. Лицо тлинки-то было непроницаемым. Вдруг Дмитрий обернулся. Сибирский дворянин почувствовал этот пристальный взгляд просто физически. Глаза казака забегали по яркой толпе туземцев. Где? Он нашел ее почти сразу. Светловолосая, кореглазая красавица в темно-красной парке с белыми узорами на груди. Креолка! Решил про себя Буза отворачивать. Но образ необычной туземки не покидал Русича. Спустя немного времени он снова обернулся. Сколько не искал глазами десятник светловолосую, напрасно. Исчезла креолка. Словно ангел небесный исчезла. Примечание. Мужчины-алеуты очень много времени проводят в море в своих байдарках в сидячем положении, часто скрестив ноги под собой. Поэтому у них развилась кривоногость. Отец Иннокентий, Вениаминов, 1797-1879 года. Легендарная личность, просветитель туземцев Русской Америки. Первый епископ Камчатской православной епархии. Канонизирован, причислен к лику святых, Русской Православной Церковью. Первые дни жизни на Уналашке для служилого человека Дмитрия Бузы тянулись очень долго. Нудная, непривычная жизнь на безлесой земле, затерявшегося посреди великого океана острова. Ну и пусть остров внушительных размеров. Почитая полтораста верст в длину и более сорока в ширину в самой просторной его части, все равно остров. Плевать, что тут несколько селений приземистых туземцев. Не нравится тут. От полного отчаяния опального десятника спасала дружба молодого Тлинкита. И работа, которую он сам для себя выдумывал. Однако дни складывались в недели, а недели в месяцы, и уже казалось, что Дмитрий живет на этой земле долгие годы. Да и не вовсе здесь уж так мрачно, как чудилось по первому взгляду. Сибирский дворянин довольно быстро втянулся в новый ритм жизни. Даже стал отмечать его прелести. Самое важное, Буза был здесь сам себе начальник и господин. Оно, конечно, есть старик-управляющий, многоопытный Макар Иванович Чердынцев. Однако, он просто мудрый товарищ преклонного возраста, не более того. Есть здесь и священник-миссионер отец Иннокентий. Ну, у Ентова своих забот полон рот. Церковная служба, школа, внушение иногородцам истинной веры. О своей семье нужно заботиться, опять же, которая здесь при нем. И потом он постоянно что-то пишет либо мастерит. Одно слово, настоящий служитель Божий. Не нам постигать глубину его деяний. Больше русских на острове не было. Имелось на уналашке до двух десятков креолов метисов, потомков Чердынцева и заезжих российских промысловиков, ватажников и купцов. Правда, некоторые метисы полностью обрусели, вели хозяйство на российский манер, жили в деревянных избах. Эти первые помощники. Остальные алиуты всегда с великим уважением относились к вновь прибывшему бледнолицому начальнику, не оспаривали его поручений. В общем, народец дисциплинированный. И вот уже Дмитрий с интересом приспосабливается к новому сосуществованию. Да, лето тут прохладно, с каждодневными дождями и туманами. Зато зимы стоят мягкие. Земля белеса, наобилие трав. Травы так высокие, яркие, зеленые, весьма сочные, что в их зарослях можно заблудиться, как в лесу. Впрочем, встречающиеся на уналашке деревья низкорослые, стелящиеся по земле карликовые березы и тальник, кусты малины и голубики. Буза даже осознал, почему обосновались на этих островах самые первые предки алютов. Очень просто. Сии с виду негостеприимные места, богаты морским зверем, рыбой, крабами и птицей, отмели вокруг островов и забилуют съедобными моллюсками, морскими ежами, питательными водорослями. Особенно поражало обилие птиц. Воистину, птичий край. Оно и понятно, почему крылатые также играют большую роль в жизни островных инородцев. Туземцы не токмо кормятся мясом и яйцами каир, топориков и паток, но и шьют из шкурок теплые одежды. От черти. Первое время колымский казах старался разыскать светловолосую креолку в темно-красной парке, а молодая женщина словно сквозь землю провалилась. Вождение какое-то. Неужели бы померещилось с устатку? Эх, а я еще в тот день крепко обкурился медвежьей ягодой. Те поиски светловолосой позволили Дмитрию внимательнее присмотреться к быту алютов. Он тогда, как бы между прочим, заглядывал во все своеобразные полуземлянки-островитян. Интересны были жилища инородцев. Крыши, покрытые дерном, едва возвышаются над поверхностью земли. Все селение напоминает европейское кладбище с большими могилями-холмами. Чтоб попасть внутрь такого жилья, спускаешься в отверстие, которое одновременно служит дымоходом. Прям по бревну с зарубками спускаешься. Макар Иванович сказал, что прежде алюуты окон в своих землянках не делали. Теперь в некоторых кожимах красовались затянутые тюленями пузырями осветленные оконца. Кстати, землянки аборигенов встречаются разных размеров. Вон их живет сразу несколько семей, в других одна-две. Внутри такие жилища высланы шкурами и красивыми циновками, сплетенными из морских трав. По периметру землянки устроены широкие навесы, на которых хранятся всевозможные припасы, вязанки трав, ими отапливают жилье. Те навесы делят кожим на множество комнат-пеналов. Хочешь уединиться, занавесься циновкой, и ты изолирован от центральной залы. Чего только не придумывают человеки, чтобы обустроить и украсить свой дом. Вызывали восхищение у колымского казака и сами алюуты. Среди них оказалось множество искусных мастеров. Плотники, каменщики, резчики и даже механики-самоучки. В этом Буза убедился, когда с помощью инородцев возводил укрепление и пороховой склад для пушки. Защита бухты, селения и люк. А потом рубленную избу для себя и еля. Русским ремеслам обучил островитян священник Иннокентий. Так пояснил управляющий чердынцев. Опять же, немало мужчин некоторое время служило на Кадьяке, в Новоархангельске и других поселках русских колоний. Кстати, в бревнах для строительства недостатка не было. Лес сам приплывал к куналашке от берегов Аляски и даже Калифорнии. А как преображались алюуты, когда плыли по Великому океану на своих байдарках? Это уже совсем другие люди. Обитатели водной стихии. Нравились ссыльному десятнику и местные женщины. Довольно миловидные, аккуратные, трудолюбивые и чистоплотные. Вообще все алюуты ежедневно купались в море в любую погоду. Ласковые здесь жонки. Однако, как же с той светловолосой креолкой? Неужели наваждение? Жонки здесь употреблено в смысле женщины. 2. Китобойные, шхуны, морская дева и акула, загруженные под завязку, возвращались с богатой добычей из страны китов. Это был уже третий рейс шведских капитанов. Потомки викингов ликовали. Они нашли свою золотую жилу. В стадионных водах русских владений морские гиганты просто кишили. Кит. Живая гора съедобного мяса. Жир и ворвань. Целебный спермоцент. И драгоценная ароматическая амбра. Плюс ко всему ус. Незаменимый в изготовлении дамских корсажей и прочих безделушек. О-ля-ля. Реальная золотая жила. Можно даже повысить жалование простаку коррикоту. Заслужил. Шхуны держали курс в Мексику. Там у шведских шкиперов был надежный перекупщик, который брал весь товар оптом и за хорошую цену. От береговой линии далеко не отдалялись так спокойнее. Бескрайний новый свет по левому борту. Мимо проплывали роскошные дикие пляжи с обширными дюнами. Девственные леса и высокие утесы. Цепи зубчатых гор и пологие равнины. Хороша нынче погода. Благополучно умеренный свежий Норд-Уэст способствовал скорому ходу судов. Только жизнерадостные быстрые дельфины обгоняли парусники. Однако не обошлось без ложки дегтя. Прямо по курсу возникло скопище бурых водорослей, простирающихся на десятки морских миль в округе и цепляющихся за проходящие корабли. Сие – сущее проклятие для моряков. Пришлось морской деве и акуле поворотить в открытый океан, чтобы обогнуть досадное препятствие. На капитанском мостике невозмутимый Кори Кот и рыжебородый Хеминг Горн, владелец парусника. Помощник капитана сам стоял у штурвала, прокладывая курс. «Коре!» – голос Горна скрипуч. «Сегда хотел тебя спросить, из какой части Швеции ты родом?» «Я американец, сэр. Родился в Нью-Йорке. Отец мой тоже был американским шкипером». «О-о-о-о!» – протянул капитан. «Кстати, фамилия у вас не морская. Кот. Кот – сухопутное создание». «Хоу! Ну, почему же? Есть и морские коты. И потом, эти создания имеют по девять жизней. Неплохо!» «Ты прав, Кори!» В полдень ртуть в барометре упала настолько, что ее не стало видно. Ниже 27,5 дюймов деления уже не было. Кот хмурился. Дело пахнет серьезным штормом. Ветер, постепенно усиливаясь, превращался в ураганный. Внезапно стало темно, как в замурованном склепе. Налетевший шквал ударил по морской деве с такой бешеной яростью, что штормовые стокселя, под которыми шхуна шла, лопнули, буквально разорвались в клочья. Поставить бизы не удалось, и корабль оказался без единого паруса во власти ревущего океана. Каждое мгновение могли полететь мачты, причинив тем самым много бед. Кори отдал приказ держать на готове топоры. Морскую деву швыряло словно щепку. Качка носовая и бортовая, полные рты соленой горечи. Небо перемешалось с океаном. Огромные водяные валы и адский хохот урагана. Только в полночь шторм начал стихать. В варометре показалась ртуть. Несмотря на то, что шхуна была недавно заново тщательно проконопачена, в трюме открылась течь, и помпы работали непрерывно. Парусник все еще сильно болтало. Но следующий день случился погожим. Матросы чинили изувеченный текелаж и радовались солнцу. Акулы нигде не было видно. «Ладно, встретимся с братом Мексики», – проскрепел Хемингорн. «Надеюсь, его посудина тоже уцелела». Примечание. «Стаксель» – треугольные паруса между мачтами. «Бизань» – парус на задней мачте корабля. «Третье». «Два года, как колымский казак Бузану в Налашке. Ей, Бо, жизнь лучше не придумаешь. Притерся, сибирский дворянин, к островной службе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сам себе, господин. Почитай полусотню подчиненных. Самых сообразительных и храбрых мужей отобрал он в свою патрульно-строжевую команду. Верный друг и еле рядом. Считай младший брат, иногда даже сын. Как говорится, сыт, пьяный нос в табаке. Что еще желать? Оно, конечно, климат здесь не подарок. Однако, человек привыкает ко всему. Ну да, малость изменился облик бравого десятника и его закадычного дружка. Теперь они носят олеутские парки. Одежда в сих местах незаменимая. Поначалу зимой здорово мерзли приятели. Так как быстро промокала их амуниция. Парка – другое дело. Шито из птичьих шкурок она предохраняет от влаги стужи. Правда, друзья носят несколько укороченные туземные одежды. Да еще нередко подпоясываются ремнями. Только это не столь важно. Дмитрий не расстается со своими вечными драгоценной саблей и медвежьей попахой. А так, вылитый островной абориген очень высокого роста. Талинкиджи, хоть и не снимает с пояса массивного ножа якутской ковки, в изукрашенных эдаких ножнах, с виду совсем олеут. Ведь среди островитян тоже есть мужи, которые ходят в кожаных гамашах и сапогах из нерпичьих шкур. Завели неразлучные друзья постоянных женщин. Супруги не супруги, а как без хозяек в хате? При встрече порой кривится отец Иннокентий. О грехе живешь, Дмитрий. Взял женку в дом, обвенчайся законным браком. Только не спешит Буза Сентим. А случается, всплывает в памяти образ светловолосой креолки. Хмурится тогда казак. Много за два года воды утекло. Не без подсказки священника определил для себя ссыльный десятник круг обязанностей. Периодически объезжает он со своим низкорослым войском окрестные острова. Конечно, пошаливают китобои браконьеры. А он все же... Ну и на промыслы морского зверя со стравитянами ходит. А как же? Приучает туземцев к кратному делу. Тяжело учение, легко в бою. Ну и за пушкой глядит. Раз в неделю чистит, полит из нее, приветствуя заходящий в бухты сударак. Иногда и чужие, чтобы знали. А российский остров серьезно вооружен. На Рождество салют устроил. Хотя жизнь мирная, оно и слава богу. Таллинкита и Ель, разумеется, был постоянным спутником Дмитрия во всех походах. Однако и у него появилось свое увлечение. Индеец придумал охотиться на местных диких гусей-казарок. Частенько пропадал калош, выслеживая этих довольно редких на острове птиц. В то солнечное утро приятели отправились на охоту вдвоем. Друзья неспеша ступали по утоптанной дорожке, петляющей межтуземных землянок. Пригрело. Дети вовсю резвились, заливаясь радостным смехом. Перегонки, поднятие тяжелого камня, поскакушки в мешках. Надо сказать, что чадо-островитян очень подвижны. Они затевали свои шумные соревновательные игры в любую погоду. В свое время вождь Алиутов Тунун-Гасон так прояснил Дмитрию эти забавы. Те, кто слишком долго сидят или ничего не делают, в конце концов замерзнут до смерти. Либо беда с ними приключится. Мы постоянно говорим детям, не сидите без дела, займитесь чем-нибудь. И игры их укрепляют. Улица туземного поселка, зеленые холмики, крыш, перекладины с вялящейся рыбой, снующие туда-сюда мелкие тощие собаки. Навстречу попались две аборигенки. Женщины ходили по воду, как и в далекой России, неся ведра на коромыслах. Ведра полные, добрая примета, добавилась позитива на душе десятника. Иель вел друга к небольшому озеру, что находилось у подножия действующего вулкана. Сначала тропа пролегала сквозь невысокие заросли тальника и карликовые березы. Потом спустилась в разлужье с густыми, чуть ли не в метр вышиной травами. И снова поднялась на косогор, сплошь усыпанной голубикой, брусникой и клюквой. Красотища! Олиутская парка. Длинная рубаха, сшитая из шкурок птиц. Носит на обе стороны. В дождь перьями наружу, в мороз перьями внутрь, как шубу. Охотились на гусей при помощи луков. Не пули же изводить. Буза сбил одного гуси-индеец добрых трех. Хм, ловкач. После трудов праведных приятели искупались в озере. Вода была теплая, вулкан подогревал озерцо. Насобирали сушняка и с трудом зажарили одну птицу. Маловато здесь дров. Возвращаться не спешили. Погреемся на солнышке, когда еще погода будет. Отдохнем, заодно съеденный уляжется. Тут и появилась сгорбленная старушка-алиутка. Туземка в развалку, словно утка, шла мимо, неся в руках сплетенную из трав корзину. «Здравствуй, бабушка!» Казак добродушно улыбнулся. «Далековато ты забрела! Разом не заблудилась?» Алиутка остановилась возле друзей, поставила на траву корзину, закрытую сверху тонкой полинялой шкуркой нерпы. Присела на корточки. «Много ли крыжовника насобирала, а?» Продолжал шутить десятник, мешая алиутские русские слова. Старушонка улыбнулась в ответ, оценив юмор и доброжелательность русича. Вообще вид этой туземки был располагающим. «Монголоидное, широкое, улыбчатое лицо с характерной ямочкой на тяжелом подбородке, теплые глаза с нависающими веками, плавные, мягкие движения. «Однако ты, бабушка, далеко от селения ушла, а сейчас обратный путь неправильно держишь. В деревне туда идти нужно!» Буза взмахом ладони показал направление. «Нет!» Старушка снова улыбнулась. «Я здесь живу!» Услышав этот короткий ответ, Дмитрий сразу все понял. «О, вон оно что! Довелось свидеться с Упрямой. Про эту старую туземку рассказывали казаку-жители. Старается не встречаться с людьми, а водит дружбу с птицами и рыбами. Впрочем, иногда, откликаясь на слезные просьбы, лечит соплеменников, тех, которых не в силах исцелить полковые знахарки. Или предсказывает судьбы. Местные народцы зовут ее Упрямой. Относятся с почтением. «Бабушка, угостись хлебушком!» Буза достал из походной сумки остатки хлеба. Та приняла угощение, улыбнулась, съела несколько крошек и убрала краюшку в корзину. «Пойду!» Приятели с уважением закивали, прощаясь с легендарной туземкой. Она снова тепло улыбнулась и заковыляла прочь. «Постой, бабушка!» Окликнул упрямую сибирский дворянин. Он подбежал к старой и протянул ей тушки двух казарок. «Возьми вот!» Алиутка взяла только одного гуся. «Мне хватит!» Мягко произнесла сгорбленная старушка. «У тебя очень хороший друг!» «Верный!» Примечание. Крыжовник на уналашке не рос, и алиуты не имели представления, что это. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ И ЖИЗНЬ Пик китобойного промысла в северных водах Тихого океана начинается с 1848 года. Если русские еще как-то пытались приостановить ту кровавую бойню морских исполинов, то правительство США просто закрывало глаза. ЦИФРЫ С 1854 по 1876 год только американские корабли добыли в этих местах почти 200 тысяч китов. Прибыли были баснословны. В те годы браконьеры китобои просто распоясались. Однажды шайка пьяных добытчиков северных китов захватила столицу Гавайских островов и хозяйничала в ней несколько дней, пока европейские поселенцы не изгнали пиратов. ПЕРВОЕ Объезжать с дозором окрестные острова Дмитрий Буза почти любил. Как ни крути колымский казак человек войны, а подобные обходы верный шанс нарваться на вооруженную стычку. Родное ремесло. Браконьеры свои, российские и иностранные, нередкие гости на Алиутах. Промышляют китов, бьют морского зверя, только успевать за руки хватать. За два с лишним года островной службы командой Бузы были арестованы три промысловые артели русских браконьеров из Охотска и из Камчатки. Задержана одна английская шхуна китобоев. Не много, а все ж помощь российским военным судам, время от времени курсирующим с пограничными целями в северных водах Великого океана. Опять же, браконьеры все ж побаиваются Бузовского патруля и стараются обходить воды, которые контролирует опальный десятник. В этот раз сибирский дворянин повел свое низкорослое войско к острову Акутан, что в сторону матерой земли. Давно не бывал Дмитрий в тех сырых краях. Десяток одноместных байдарок и две трехлючные. Помимо верного иеля, с русичем 14 молодых крепких парней, трое из которых креолы. Это костяк Дмитриевского ополчения. Можно сказать, военные люди надежные. Пять мушкетов на вооружении отряда, каждая валюта по две связки легких копий дротиков, которые туземцы точно бросают с помощью метательных досок. Также вооружены смуглокожие островитяне тяжелыми костяными палецами и стальными ножами. При правильном ведении дела с этими силами захватить браконьерскую шхуну с десятком матросов – задача не тяжелая. Ветер был попутным, и морские казаки установили небольшие паруса на носах байдарок. Легкие суда буквально скользили по спокойной океанской глади, а соленые брызги только бодрили служилых людей. «Перед, ребятушки!» На второй день ветер изменился и стал крепчать. Он задувался сильнее с юга. Глядя на громадные катящиеся водяные валы, дозорные сунолашки поняли – надвигается буря. Тяжело в точности предсказать поведение океана. Дюжина утлых кожаных лодочек посреди бескрайнего могучего океана. Вот-вот разразится шторм. Матросы больших кораблей не радуются разбушевавшейся водной стихии. А тут – жалкие латчонки. Ну а лютый морской народ! Хой-ха! Шторм! Куземцы при помощи весел быстро убрали паруса. А ветер усиливался, гребню волн норовили обрушиться сверху, захлестнуть небольшую флотилию. Второе правило выживания. Если байдарки застигнуты штормом, срезать меж собой кожаные лодки. Весьма нелегко это дело посреди бушующей стихии, но... Борьба с муглолицых людей бурных неистовых вод. Качка, брызги, скрип зубов. Цепкие пальцы вяжут крепежные веревки. Когда дело было сделано, получился почти надежный кожаный плод. Его можно повредить только если перевернуть. Но перевернуться такой плод никак не мог. Веками проверено. Поживем, ешо! Улыбается Буза и Елю. Тот утвердительно кивнул. Носовые части байдарок обращены к ветру. Слобные волны в бессилии бешено перекатывают через корму. Не успевая захлестнуть лодочный плод. Сохраняй, Господь! Шторм бесновался почти два дня. Или три. Все это время низкорослое войско русского десятника дрейфовало в открытом океане. Состояние полузабытия и единения людей между собой. Мы вместе. И мы пересилим бурю. Запасы пищи у морских казаков были приличные. Да и есть-то не хотелось. А вода постепенно кончалась. Вот незадача, черт. Ночью, когда дозорные сунолашки все так же дрейфовали с единственным желанием «Вот бы попить, пресные водицы!» Ветер стал стихать. Качка слабела. И по мере приближения рассвета становилось все тише и тише. Слава Богу! Еще не совсем рассвело, когда алеуты развязали байдарки, убедившись, что смогут безопасно продолжать путь на веслах. «Вперед, орелики!» Густой туман. Направление перемещения волн – единственный ориентир. Помогай, Всевышний. Отряд добрался к острову задолго до полудня. Вот и окутан. Усталые дозорные немедленно отправились к озерцу на плоском каменистом плато. Пить! Озеро. Они легли на песчаный берег и пили воду с жадными глотками. Казалось невозможным остановить этих измученных людей в ярких парках. Пить! Войско Дмитрия Бузы так умаялось, что, утолив жажду, тут же у кромки озера крепко заснуло. Колымский казак сам еле превозмогал сонливость. «Ель!» – позвал он индейца. «Я останусь сторожить наш лагерь, всякое может случиться. А через пару часов ты меня сменишь, а? После себя поставишь на стражу гуя-така». «Хорошо, брат», – ответил Тлинкит, не разлепляя тяжелевших век. Служба и жизнь островная. Все население Люлука высыпало на пляж. Подданный рак готовились к промыслу морских котов, северных морских котиков. Туземцы, посланные в разведку, вернулись с доброй вестью. Северное побережье острова Уманак кишмя кишит промысловым зверям. Одиннадцать больших байдар снарядил староста чердынцев. Вот он бегает среди облаченных в непромокаемой парке островитян, идущих в поход, и отдает последнее распоряжение. «Дмитрий!» – обращается Макар Иванович к копальному десятнику. «Зверя, бейте с умом! Молодняк напрасно не губите!» «Само собой, Иванович!» – казак смеется своими живыми голубыми глазами. «Не суетись! Сейчас сделаем разумно!» У берега колобродил сулой, ветер дул с моря, и здесь сталкивались два встречных течения. Немало надобно мужества и умения, чтобы в такую погоду везти байдар из бухты. Только для алиутов сие обыденно – морской народ. Большие кожаные лодки сползли в пенные воды, одна за другой выходят в море. И вот уже лодочная флотилия развернулась и пошла на юг. С берега, облаченный в праздничную рясу, благословлял промысловиков на удачное дело отец Иннокентий. За его спиной толпятся старики, женщины, дети. «Вперед, ребятушки!» – Буза задорно подмигнула елю. «Хорошо в море, вольготно!» Кто-то из креолов затянул песню, сложенную еще в прошлом веке первым правителем Русской Америки Александром Андреевичем Барановым. «Ум российские промыслы затеял, Людей вольных по морям рассеял, Место познавати, выгоды искати, Отечеству в пользу, монаршою честь». Тот из иллютов подхватил сначала один, потом другой, затем многие. Отпевал и Буза, ему нравилась эта песня про их жизнь американскую, Про далекую, но родную Россию. «Встанем создавати, дальше занимати, Русским полезен Америке край. Здесь хоть дика, кажется, природа, Коробожадна привычка народа, Но выгоды важны, Отечеству нужны». Еле не подпевал, он не знал слов, Но улыбался, тепло и открыто. Ему тоже нравилась эта песня. Примечание. Эта песня действительно написана А.А. Барановым в 1799 году. Она была популярна у российских колонистов, А записала ее в 1843-м. Служивший рак Загоскин. Л.А. Полный текст можно найти в интернете. На Умнаке к промышленным суналашке присоединились местные туземцы Под предводительством своего дюжини молодого тайона Айагенттина. Великая будет охота. Ага, лежбище. Берег сплошь усеян морскими котиками. Тысячеголовая шевелящаяся масса Напоминала исполинский пчелиный рой. Рев старых котов-сикачей Временами перекрывает шум прибоя. Причалив по обе стороны лежбище, Промышленные с дригалками в руках двинулись на стадо. Шли с тем расчетом, чтобы отрезать сикачей маток от молодняка. Матерые самцы заметно выделялись в гуще стада величиной темно-серой окраской шкур. При приближении людей они не трогались с места. Только разевали пасти и угрожающие шипели, Заслоняя с собой детенышей котиков. Последние жалобно визжали. В их крики, похожем на бление и гнят, слышалась мольба по щаде. Ударами дубинок, отделив от родителей часть молодняка, погнали вглубь острова. Ластоногие вовсю старались, но оторваться от людей не могли. Здесь началась бойня. Оглушенных котиков, схватив за ласты, люди стаскивали в одну стонущую окровавленную кучу. Окончание удачного промысла отметили в селении Тайона, а ягит Нина за столем. Зверобои с удовольствием поглощали вкусное, похожее на телятину, черное мясо котика. Были тут и вареные птичьи яйца, и свежие моллюски, Множество съедобных морских водорослей, дикие щавели, ягоды. Нашелся у местного старейшины самогон. Пир! Дай бог не последний. Когда Дмитрий увидел, кто прислуживает за трапезой старому вождю, То чуть не подавился куском печени. Она! Светловолосая криволка! На туземной красавице была все та же темнокрасная парка, С белым бисерным узором на груди. Если женщина прислуживает Алиуту, значит это его жена. Жена старого желторожего толстяка. Лицо сибирского дворянина горело. Он хотел поймать взгляд криволки, Но ее большие карие глаза ни на ком не задерживались. Печальная дева! Царевна Несмеяна! Колымскому казаку туземка показалась еще красивее прежнего. Примечание! Дригалка! Тяжелая дубина, которой оглушали морского зверя. Второе! Попутный ветер гнал морскую деву и акулу по великому океану к Алиутским островам. Снова золото манит нас. Под водорезами шхун рассыпались искристыми брызгами пенистые волны. Поход будет удачным, все приметы зато говорят. Капитан Горн почти с нежностью украдкой посматривал на невозмутимого Коррикотта. «Этот парень сделает меня настоящим богачом!» Спустя еще несколько дней плавания шведские шхуны повстречали первое стадо китов. Животные размеренно пускали высокие искрящиеся фейерверки сжатых водяных паров и не обращали ровным счетом никакого внимания на парусные суда. Когда стадо подошло поближе, с палубы морской девы отчетливо можно было различить странные звуки, похожие на тяжелые вздохи. Время от времени кто-то из океанских исполинов потрясал выступающим из воды хвостом и шумно ударял ему морскую волну, порождая тем самым глухое эхо, разносящееся на многие мили вокруг. Прерывисто урчав сетчатую пасть черных морских гигантов, струилась соленая океанская вода, вместе с которой просачивались мириады рачков, креветок, целые стаи медуз и мелкой рыбешки. Пора приниматься за работу! В этот раз экипаж акулы быстрее наполнил трюмы драгоценной добычей. Братья капитана решили разделиться. Хемминг продолжит охоту, а Сигрид, шкипер второй шхуны, подождет в знакомой братьям удобной бухте безлюдного островка. Однако человек предполагает, а Всевышний располагает. Приключился жестокий ураган. На акуле были поставлены все штормовые паруса, но перегруженное, севшее в воду выше ватерлинии судно не могло взмыть на волну. Злой ветер срывал паруса, и они лоскутьями бились на трещавших мачтах. Шхуна теряла управление. Спало бы было смыто все, хотя капитан Сигрид и распорядился пренайтовать груз в две нитки. Шторм крепчал. Акула ударила подводные камни, благо удар пришелся вскользь, в трюме открылась сильная течь. Вдруг по курсу корабля, если теперь можно было говорить о каком-либо курсе, возник остров с песчаным пляжем. У китобоев-браконьеров появился последний шанс выброситься вместе со шхуной на берег. Если маневр удастся, починить судно не составит труда. Если удастся. На двойную нитку. Это значит грузы, привязанные двойными канатами. В теплую хату Дмитрия Бузы вбежал запыхавшийся Алиут. «Дмитрий, атаман! На умнак пришли пираты! Они рушат наши дома, забирают себе наших женщин! Воевать надо, косяк!» Вестник встряхнул длинными и сине-черными волосами. Сибирские двори не нужно. Они на парусы елем уговорили вместительную бутыль браги, которую научились сами делать. Соображалось тяжело и неохотно. «Постой, не суетись, паря!» Гаркнул ссыльный десятник на незнакомого молодого инородца. «По порядку докладывай!» Вестник перевел дух, постарался придать своему безусому азиатскому лицу спокойное выражение. «Наш Тайон Айагитнин просит твоей помощи, атаман!» «Пираты-браконьеры на умнаке!» Их корабль пострадал от бури, и они стали разбирать наши кожимы для ремонта своей большой крылатой лодки. «Совсем обнаглели те бледнолицые!» «Пополудня жёнок наших к себе таскают!» «Троих наших охотников насмерть убили!» «Помогай, Митрий! Воевать надо!» У колымского казака даже волосы встали дыбом. «Вот гниды!» «Грабят подданных России!» «На нас, унанганчан нападать!» Взгляд Дмитрия засветился лихорадочным весельем. В какой-то степени Буза даже радовался предстоящей стычке. Потомственный вояка. «Не позволю забежать островитян! Костями лягу, а забежать не позволю!» Он сжился с этим по-детски наивным и прямодушным народом. Он сам теперь почти алиут, и вдобавок их военный вождь. «Ну, скажем, он не алиут, но он отвечает за этих людей и притеснять их к каким-то чужестранным прыщам не даст. Перебьем на всех объявившихся наунаки-дрищей! А их паршивый кораблик — это свиное корыто сожжем!» Так думал опальный десятник, зло сверкая глазами. Вдруг сердце Дмитрия больно ёкнуло. «А жена Тайона Ягитнина уцелела?» «Уцелела, косяк! Вождь всех уцелевших людей укрыл в Белой пещере! Тебя с подмогой ждет! Воевать надо!» Глубоко заблуждаются те, кто считает алиутов беззащитными, беспомощными овечками. Унанган — мужественный, отважный народ. В середине XVIII века, когда острова алиутов осваивались россиянами, от рук этих аборигенов погибло около десятка промысловых судов с экипажами. Островные туземцы сожгли несколько укрепленных зимови русских, притеснявших их и расхищавших их природные ресурсы. И еще алиуты постоянно враждовались с чухчими рыбаками. Случались у них и междоусобные войны. Было это. Унанган — самоназвание алиутов. К Умнаку отряд Бузы добрался на исходе дня. Второй по величине после уналашки остров окутал вязкий туман, и ссыльный десятник не боялся, что неприятель сможет их обнаружить. Парусная байдара ткнулась носом в прибрежный песок, воинство Дмитрия молча высадилось. Сибирский дворянин посмотрел на заходящее солнце. Расплывчатый диск лимонного цвета, едва различимый сквозь молочную пелену. Взгляд колымского казака скользнул по застывшим в ожидании команды алиутам. Два десятка хорошо вооруженных молодых туземцев. Решительные, напряженные, смуглые лица. Пиратов девять, а у местного Тайона одиннадцать крепких охотников. Следовательно, тридцать пять против девяти. Еще как осилим, и не помогут браконьерам их пушки. Лицо и еле бесстрастно. Конечно, ведь он рядом с Бузой. Только холодно, и блестят карие глаза из-под тяжелого деревянного шлема в виде ворона. И как бы сильнее застрился орлиный нос. Индеец, по обычаю предков, смазал волосы жиром, посыпав их орлиным пухом. Знак войны. Правильно. Воевать так воевать. Буза подмигнул другу. К нему опять вернулось веселое, приподнятое настроение. Малость сабелькой помашем нонче. Он положил руку на рукоять своей знаменитой сабли. Видев белую пещеру, повернулся он к вестнику-проводнику. Тот с готовностью кивнул и, встав в голове колонны, пошел. Вперед, ребятушки! Казак махнул рукой. Шли около трех часов. Тропинка змеилась меж холмов и поднималась к высокой сопке, вершину которой покрывал снег. В белой пещере, мрачноватой, как и все прочие пещеры, укрылось около сотни умнакских холлиутов. Несколько светильников едва освещали лица инородцев. Появление подмоги сильно обрадовало островитян. Больше всего, конечно, умнакцев обрадовало, что к ним на выручку пришел сам Митрий Атаман, но никто не шумел. Напряженные улыбки, пожатия рук. Молодцы людишки, понимают, что нельзя раскрывать убежище. В честь прибывших разложили несколько костерков и быстро зажарили мясо какого-то крупного морского животного, разрубленная туша которого лежала в хранилище из камней и снега. Мясо оказалось очень вкусным. Из объяснений у Налашкинца Угу Ятака Дмитрий понял. Едим морскую корову, считай исчезнувшая зверюга. Он сидел у костра вместе с Тайоном Аягитнином. Им прислуживала светловолосая туземка. Когда Буза только вошел в пещеру, первым делом отыскал взглядом креолку. Большие карие глаза женщины просто пронзили его душу. Колдунья! Кровь бросилась в лицо заправского вояки. Он проглотил подкативший горлуком. Сейчас казак поуспокоился, хотя старался по возможности пореже смотреть на светловолосые. Неспешный разговор с дряхлеющим вождем. Аягитнин почти не ел. Вождь грел над невысоким огнем морщинистые в давних шрамах руки бывалого морского охотника. Бронзовое, дутловатое лицо Тайона оставалось неподвижным. Но взор выдавала тревога. Из рассказа туземного староста Десятник понял, пираты-браконьеры осторожны. На ночь выставляют часового, а спят на корабле, который чинится на берегу. За действиями бандитов постоянно наблюдают трое охотников Сумнака. Изрезанная глубокими морщинами шея Тайона склонилась. Какие-то выцвевшие, а вот когда-то черные глаза уставились на гаснущее пламя. Но все же что-то было эдакое в Тайоне. Не зря же он стал вождем для своих людей. Насытившись и выкурив трубку, Дмитрий поднял воинов. Зачем тянуть с делом? На месте оценю обстановку, прикину, что да как. Глядишь, под утро атакуем бусурман. И амба-пиратом. Старый вождь поднялся вместе с колымским казаком. Губа Дмитрия искривила легкая усмешка. «Ну, можешь и ты растрясти свое нетощие брюхо». Его сильно раздражало то, что светловолосая красавица-креолка с супругой этого старика. Выходя из пещеры, буза поймал на себе взгляд креолки. Ему показалось, что красавица смотрит на него с нежностью и беспокойством. На вождение неужели почудилось. Примечание. Морская корова или капустница. Истребленная человеком океанская млекопитающая отряд сирен. По длине и массе тела она, вероятно, превосходила всех остальных водных млекопитающих, кроме китообразных. Достигая 7-8 метров длины, 5 и более тонн веса. Бой случился даже легче, чем предполагал Дмитрий. Подданные рак подкрались к стоящей на отмели шхуне под утро, укрываясь за одиночными валунами, используя тени и предрассветный туман. Часового из своего пристрелянного боевого лука срезала ель. Только слабо ойкнуть успел пират. Островитяне быстро вскарабкались на судно и бросились в кубрик. Застегнутые врасплох браконьеры не смогли пустить в ход огнестрельное оружие. Двое или трое пиратов все ж успели схватиться за тяжелые морские кортики. Но их почти сразу прикончили дротиками. Несколько напряженных минут и от самоуверенных наглых китобоев браконьеров остались только окровавленные, застывшие в неестественных позах трупы. Эх, лихая стычка, быстро мы их, даже сабельку из ножен не успел достать. Довольно кривил рот Буза. И ель, и аягитнин постоянно находились при колымском казаке, оберегая. Дмитрий подивил сопроворство пожилого тайона. Коротконогий, брыластый, похожий на разжиревшего тюленя, аягитнин не отставал от служилого русича. Однако, расторопный старшина у местных алиутов. Когда сибирский дворянин спустился на землю, чудовищной силой взрыв потряс захваченный парусник. Это взлетел на воздух пороховой погреб шхуны. Взорвал ли его кто-то из притворившихся мертвыми пиратов, угодила ли в вооруженный склад ненароком случайной искры, никто не знал. И уже никогда не узнает. Пылающие обломки, словно сказочные огненные птицы, прочертили небо во все стороны. Распустив черные хвосты, они с шипением садились на береговой песок и воду. С криком взмыло в серое небо темное огромное облако настоящих, перепуганных птиц. Гулкое эхо унеслось в океан. Черт, сгубили трофей. Буза резко обернулся к торжествующим алиутам. — Все живы? — Все! Дмитрий Атаман! Ну, слава богу! Не зря благословил нас на победу отец Иннокентий. Редко без потерь случаются стычки. Взор десятника остановился на еле. К его боевому копью привязан свежий окровавленный скальп. Уголок рта Дмитрия нервно дернулся. Не удержался индианин. От натура! Ликующие ум на канцы посыпали на берег. Победа! 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 Алиуты приплясывали вокруг пожираемого пламенем корабля пиратов-браконьеров. Радостный смех, победные песни, восторженные кличи. Как дети малые. Кто-то из туземцев ударил в бубен. Удары сыпались частой дробью, сливаясь в единый нарастающий гудящий звук. Которому гадывалось торжество одержанной победы. Хммм, ловко наяривает. Буза устало сел на гальку. Не сел, а почти упал. Взрыв каблуками с сапог широкие борозды. Виктория Виктории только трофей пустили по ветру. Тесто ранее козе под хвост. Он опустил отяжелелую голову и увидел на песке с удивлением таращившего на него столбики глаз Рыжего Краба. Тот недовольно пошевелил широко разведенными бугристыми клешнями и боком-боком суетливо побежал в сторону. Хмм, чудище, ё-о-о-о! Вновь усмешка тронула губы Русича. И ель за стол рядом, опершись на копье. Его лицо, раскрашенное мелом и киноварию, напоминало каменную маску. Трудно судить по лицу индейца, о чем он думает. Пушечный выстрел с корабля, вынырнувшего из тумана, бросил колымского казака носом в песок. Кортечь со злобным воем врезалась в гущу ликующих элеутов, сея смерть. Еще выстрел. И еще одна убийственная туча раскаленного свинца. Отчаянно визжа толпа аборигенов кинулась прятаться по укрытиям, стараясь подальше отползти вглубь острова. Черт! Ах, было два корабля! Дмитрий в бессилии сжимал кулаки. Ну, погоди, пират, погоди! Ты пока мест не победил. Морская дева искала напарников и случайно пришла на умнак. Тут, с грохотом взрыва, дали они по опустевшему пляжу еще парочку выстрелов. Капитан Горн в бешенстве кусал тонкие, но вечно обветренные губы. Дикари сожгли акул! Они мне ответят за смерть брата! Всех здешних желторожих отправлю в ад! Всех! Кори, готовь десант! Господин, это вряд ли правильное решение. Остров большой. Сколько мы будем искать тех туземцев? Нас двенадцать человек! Валютов воинов с полсотни! Если они устроят засаду, кот оборвал неторопливую речь, так как наткнулся на залитые кровью глаза Хеминга. Так что? Оставить дикарей ненаказанными? Ну почему? Человек шесть-семь мы уложили, на первый раз достаточно. Следующим рейсом, когда Алют успокоится, зайдем сюда. И уж тогда... А ныне запасемся питьевой водой, соберем прах погибших товарищей для достойного морского погребения и утром двинем в Мексику. Горн долго молчал, теребил свою рыжую бороду, скрипел зубами. Ух... Ладно... Наконец откликнулся Шкипер. Действуем по твоему плану. Ждать я умею. За смерть Сигри да здешние дикари мне заплатят сполна. Никого в живых не оставлю. На куски рвать буду. Никого не пощажу. Третье На умнак спустилась ночь. Тучи затянули небо и заслонили звезды. Поднялся ветер. Он раскачивал морскую деву, стоящую посреди бухты, осыпая холодными брызгами. Скрипели якорные цепи, трещали ноки. На берегу завыла собака. Собачий вой, чем-то напоминающий вой волка, поднимался все выше, выше, выше и, достигнув пронзительно звенящей ноты, неожиданно оборвался. Двое матросов-часовых на носу и на корме судна зябко поежились. Заунывный собачий войн натолкнул браконьеров на мрачные мысли. Вдруг один из караульных насторожился. Ему показалось, что он услышал какое-то царапание о борт шхуны. Пират вскинул карабин. Сухо щелкнул взводимый курок. Больше ничего не успел сделать браконьер. Над фальшбортом вынырнула шлемастая голова и еля, и в левый бок часового вонзилось тяжелое копье. Второй сторож услышал только короткий вскрик. Он поднял ружье и наугад выстрелил в вязкий ночной мрак. Его выстрел словно вспорол сырую темноту, таившую в себе десятки дьявольских голосов. С яростным кличем островитяне, незаметно подплывшие к паруснику на байдарках, ринулись на абордаж. Они хлынули на палубу со всех сторон. По судну метались полуголые китобои, размахивая саблями. Палили из оружия и пистолетов. У этих браконьеров оборона получалась более успешной, так как капитаны Кори настроили команду на готовность к ночной атаке. Кровавый рукопашный бой. Вот и ель полоснул по горлу споткнувшегося пирата массивным ножом. Вот Буза, отбив своей знаменитой саблей удар браконьерской дубины, ткнул в плечо лохматого верзилу, и тот побежал прочь. Военные кличи Алиута. Кори-кот вовремя отскочил в сторону. Дротик пролетел буквально возле носа помощника шкифера. Он вбонзился в дверь капитанской каюты и задрожал, словно бессильные злоды. Кот босой в одном нижнем белье метнулся к фальконету, закрепленному накануне на капитанском мостике. Развернув его в сторону нападавших, Кори запалил фитиль и поднес к полке. Пушка рявкнула, выплюнув беспощадный смертельный заряд картечи. Выстрел потонул в воплях раненых и умирающих. Митрия Атамана убили! Прокатился стон по рядам алиутских воинов. Нападением на морскую деву в одиночку руководил колымский казак. Тайон Аягитнин лежал в белой пещере раненый. Его зацепила кортечь во время обстрела праздника. Тлинкит и ель тоже был убит пушечным выстрелом. Оставшиеся без вождей островитяне растерялись. Немало их полегло посеченных свинцом. «Роби диких парней!» Прохрепел капитан Горн, потрясая кровавленным палашом. «За мной!» Алиуты дрогнули и побежали. «Ноки!» Оконечности всякого горизонтального или наклонного рангоут-дерева на парусных судах. Оконечности попереченной мачты. «Фальшборд!» Легкая надставка над бортом судна выше верхней палубы. Помощник шкипера склонился над грудой истерзанных тел. «Сюда смотри, юнга-юхан!» Ткнул носком сапога кот. «Индеец грудью закрыл русского!» «Ну, кортечь прикончила обоих!» «Ха-а-а!» Кори стоял над поверженными друзьями и елем и бузой. Тело тлинкиты, изорванное свинцом, превратилось в тряпку. Матросы выбрасывали за борт трупы алиутов и мыли палубу. «Стоп!» Вдруг скомандовал сам себе морской волк. «Казак жив!» Кот опустился к Дмитрию и отвалил труп верного индейца. Действительно, сибирский дворянин уцелел. Кортечь, пробив кожаную броню, калоша и его крепкое тело, застряло в стальных звеньях легкой казачьей кольчуги. Правда, один из осколков раздробил височную кость опального десятника, залив его лицо густой кровью. Русский был тяжело контужен. «Ха!» «Я знаю этого удальца!» «Жизнь он мне спас как-то!» Кори резко обернулся к молодому матросу. «Воды юхом!» Когда омыли и перевязали раненого, обнаружилось, что у русского переломано три ребра. Не исключались внутренние повреждения. Но Буза пришел в сознание. «Побили нас!» Сообразил казак. «Опозорил я себя!» «Проиграл людей своих угробил!» «Прости, создатель!» К лицу Дмитрия приблизился худощавый седой браконьер. «Морская дева снимается с якоря!» «Твою жизнь мне подарил капитан, но брать тебя с собой он запрещает!» «Посадим в ялик и греби к берегу!» Кори-кот помнит добро!» «Кат!» Произнес одними посиневшими губами колымский казак, не понимая услышанного. Примечание. Индейцы-тлинкиты для войны изготовляли весьма надежные доспехи из дерева, из двойных невыделанных лосиных шкур, просто кожаные, с нашитыми медными костяными и стальными пластинами. Укрывшись за прибрежными валунами, алиуты увидели, как от корабля пиратов отделилась крохотная лодка. Она заплясала на волнах, направляясь к берегу. Гребец едва справлялся со своим утлым суденышком. И кто это? А морская дева покидала негостеприимную бухту. День был пасмурный. Тяжелая серая пелена висела над умнаком. Островитяне мрачными взглядами провожали удаляющийся корабль врагов, пока туман не поглотил его. «В лодке Дмитрий Атаман!» Вдруг раздался радостный крик у Гуятака. Его круглое, с чуть приплюснутым носом лицо буквально светилось. «Косяк живой!» А люты бросились к байдаркам, чтобы помочь Бузе добраться до берега. Сильна была ненависть у мнакских островитян на кровожадных грабителей пиратов. Бледнолицы из полудня порушили селение. Изнасиловали несколько девушек, убили семерых молодых охотников, пять женщин и четверых детей. Они тяжело ранили Тайона и Айагитнина и почти лишили жизни великого воина Митрия Атамана. Они погубили восемь воинов Суналашки и друга Тлинкита и Еля. Они! Нельзя простить такого разбоя наглым бандитам. Алиуты вспомнили древние заклинания. Да, люди у мнаки приняли веру длиннобородых. У них очень сильный бог, который дает им очень много чудесных вещей. Но на этом острове не было миссионера-священника, и аборигены продолжали поклоняться старым богам, чтобы те сильно на них не обижались. Жители у мнака теперь приносили жертвы и своим идолам, и Иисусу Христу. Руководили тем сотворением всеобщего проклятия старухи. Три ветхие сгорбленные алиутки стояли на берегу, вытянув вперед скрюченные дрожащие пальцы. За спинами заклинательниц сбились в единую массу мнангцы и воины Суналашки. Старухи выкрикивают проклятие вслед уплывающему на юг кораблю браконьеров, а остальные с благоговением подхватывают слова заклинания, произнося их едва слышно. Периодически знахарки дуют на руки, вызывая появление шаровой молнии. Этот огненный снаряд должен настичь подлых бледнолицых убийц, низвергнуть на их головы карающее пламя. Смерть вам, презренные пираты! Смерть! 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 И снова сверкали молнии, разрезая жирные черные тучи, несущиеся по небу на юг. В декабре и январе в этих широтах всегда бушуют грозы. Морская дева уверенно держала курс на юг. На другой день, сразу после восхода солнца, с севера пришла гроза. На отяжелевшем небосклоне то и дело сверкали зубчатые молнии. Оглушительные громовые раскаты гулко разносились по округе. Хлестал проливной дождь. Кинжальные водяные струи без всякого сострадания били по усталым лицам шведских китобоев. Похолодало. Океан заволокла серая мгла. Ветер крепчал, сильно штормило. Огромные волны взбрасывали на палубу пенные плевки. Шаровая молния возникла из ниоткуда. Она ударила в середину шхуны, и над ней, словно над кузнечным горном, взметнулось оранжевое пламя. Через мгновение ахнул взрыв. Сквозь водяной обвал мелькнули обломки шхуны. Морская дева прекратила свое существование. Что это было? Сбылось проклятие алиутов или трагическое стечение обстоятельств? Спустя час или около того к уцелевшей шлюпке китобойного судна подплыл взлохмаченный человек. Юнга Юхан перевесился за борт и выловил теряющего сознания пловца. — Коре! Живой! — радостно вскричал молодой мореход. Спасенный открыл глаза. На его мертвенно-бледном лице появилась самодовольная усмешка. — Не зря моя фамилия Кот! — помощник капитана сел на дне шлюпки и встряхнул седой головой. — Сейчас бы глоточек Рома! — Есть! — залыбался Юнга, потянувшись к небольшому бочонку. Осушив одним глотком почти полкружки алкоголя, морской волк довольно оскаблился. — Ах, мальчик, да ты неплохо устроился! — Стараюсь, господин! Вкоре Кот закивал головой. Он пытался бороться со сном, однако адская усталость навалилась на сухощавые крепкие плечи, расслабляя. Шлюпку швыряло, брызги окатывались с ног до головы. Несколько минут бывалый мореход еще сопротивлялся Морфею, но желание погрузиться в сон так велико... Да риману хотя бы склянку. А потом разберемся. Кот закрыл глаза. Примечание. Склянки, склянка. Название песочных часов с получасовым ходом во времена парусного флота. Каждые полчаса, часы эти переворачивал вахтенный матрос, и сопровождалось это сигналом корабельного колокола. Четвертое. Тяжело выздоравливал Дмитрий Буза. Русич был буквально изломан. Жители Умнака оставили колымского казака в своем селении, опасаясь, что по дороге на Уналашку их бледнолицый друг и военный начальник скончаются. Познания в медицине у алютов обширны. Они прекрасно знали методы иглоукалывания, широко применяли лекарственные травы и коренья, делали хирургические операции каменными ланцетами. Старухи-островитян, исключительно старухи, умели массажировать внутренние органы, раны зашивались нитками из сухожилий. Список медицинских достижений алютов можно продолжать долго. Тут и знание различных видов диет, использование в лечебных целях морской воды, и, конечно, всевозможные исцеляющие заговоры и наговоры, как без них. Но все это не помогало. Дмитрий не поднимался. Он практически неподвижно лежал в землянке Тайона и Агитнина, а за ним усиленно ухаживали весеннее облачко, светловолосая жена старейшины, и старуха Чукчанг, рабыня. Поправкой не пахло. Когда сибирский дворянин первый раз пришел в сознание, он задал два вопроса. Ель погиб. И... Сабля моя. Цела. Наследственная сабля уцелела. Буза погрузился в какое-то полудремное состояние. Если он хотел подняться, невносимая боль пронизывала его размягшее тело. Из глаз катились слезы. Выть хотелось, но сдержался. Спать колымскому казаку тоже было тяжко. Один и тот же сон мучил десятника. Мозг постоянно воскрешал последние секунды жизни друга и ели. Вот калошь, словно щит, прикрывает его от летящего встреч свинца. Вот сильный удар сотрясает все тело и глаза опаляет огонь. Потом бесконечное падение. Он просыпался в холодном поту. И ель, индианин ты мой сердешный. Приплывал на умнак отец Иннокентий. Читал над десятником молитвы. Крапил святой водой. Жег ладан. Не поправился Дмитрий. Несколько оживал сибирский дворянин, если над ним склонялась светловолосая креолка. Когда первый раз жена Тайона дотронулась до Дмитрия, по его телу пробежала сладкая стома. Буза любил слушать рассказы о лиутской красавице. Ее голос лился, как вода в ручейке. Но не поправлялся раненый десятник. Наконец, консилиум умнацких лекарей постановил ввести Митрия Атамана на Уналашку. Вся надежда была на целительные силы легендарной упрямой. Если отшельница не поставит косяка на ноги, ему тогда никто не сможет помочь. Сибирского дворянина уложили на дно парусной байдары. Весеннее облачко заботливо укутало бузу в теплые шкуры и одеяло. Выстаравливая, Митрий Косяк, с затаенной нежностью произнесла печальная креолка. Митрий с благодарностью и грустью закрыл свои голубые глаза. Так хотелось, чтоб светловолосая красавица поцеловала его. И она сделала это. Поцеловала в лоб. Ласково, осторожно и быстро выпрыгнула из лодки. Упрямая не заставила себя упрашивать. В хате бузы отшельница появилась с солнечным утром. — Здравствуй, Митрий Атаман! — твердо произнесла сгорбленная старуха. — Бабушка! — еле выдавил из себя начинающий сидеть десятник. Лечила казака-отшельница недолго. Травы, массаж, иглоукалывание. Старая покрикивала на русского, заставляя самого, превозмогая пронизывающую боль, переворачиваться на спину и сбоку на бок. Заклинание на шептывание. Через две недели Дмитрий уже ходил. — О друге своем не печалься! — произнесла на прощание упрямая. — Он вернется! — И тогда ты убережешь его от смерти. Услышанное он не понял. — Как это? Но слова загадочной старухи успокоили душу колымского казака. Июнь. Дмитрий Буза вновь пришел к озеру у подножия вулкана. Теперь он часто приходил сюда. Иногда стрелял казарок. Иногда просто сидел на берегу, вспоминая друга. Снова окреп колымский казак. Уже совершил он пару дозорных морских обходов окрестных островов со своими низкорослыми ребятами. Уже сразился с белым медведем, приплывшим к куналашке на льдине. Только не весел опальный десятник. Отправил к родителям сожительницу, осыпав тех богатыми отходными дарами. Брагу пьет весьма нередко. Хотя в цирку чаще стал хаживать. Потерялась смешинка из глаз бравого казака. Дмитрий бездумно просидел на берегу озера до утра. Звезды переместились на запад. Легкий ветерок зыбью пробежал по воде. Стало холодать. Сибирский дворянин запалил небольшой костерок, раскурил трубку. Низкое пламя пыталось разогнать призрачные тени, но они упорно возвращались обратно. Отброшено в костер несколько сухих веточек. Те почерневши занялись огнем. Пламя чуть приподнялось. Тоскливые мысли. Забыли о моем помиловании их высокоблагородия. Вон, верховного правителя Чистякова сменил Фердинанд Врангель. Я все на унолажке. Видимо, сюда меня навечно определили. Она пришла с восходом солнца. Встала напротив, вздохнула. Маленькая сгорбленная старушка. Улыбнулась. Опять тоскуешь, Митриатаман. Буза почти обрадовался упрямый. Скочил с места, засуетился. Присаживайся к костру, бабушка. Беседа их была недолгой. Несколько теплых общих фраз. С моря приплыл туман. Старая ли утка поднялась с корточек, пристально посмотрела в глаза русского. Попроси вождя Тунгансона плыть с тобой на умнак. Ее голос похож на шелест сухого камыша. Выкупите у ягитнина его весеннее облачко. Такое возможно? Сдрогнув, отпрянул назад казак. Упрямую утвердительно кивнула. По нашим древним обычаям, женщина может иметь двух мужей. Старая плавно повернулась и заковыляла по елизаметной тропке. Хм, как все просто. А я уже был и хотел силой забрать весеннюю облачко у старого пердуна аегитнина. Русич долго смотрел вслед знахарки, пока ее тень не слилась с кустарником и высокой травой. Примечание. Фердинанд Петрович Врангель. 1796-1870. Главный правитель Русской Америки в 1830-1835 годах. Барон. Мореплаватель. Полярный следователь. Будучи в Русской Америке, всемерно поощрял исследовательскую деятельность. Сам много занимался изучением Аляски и Калифорнии. Адмирал с 1856 года. Все переговоры вел Тайон Тунунгасон. Вождь у Налашинских Алиутов начал, как заведено у многих народов, издалека, не спеша перебирая второстепенные для Дмитрия темы. Колымский казак сидел, как на иголках. Скорей бы уж, твердо решить, да, да, нет, нет, душу из меня не вытянутая этим пустобрехом. К делу подступили спустя часа три. В крайнем случае так десятнику показалось. Пуза весь напрягся, даже вспотел от волнения. Он чувствовал, как выступавший на лбу пот стекает по вискам на щеки. Сердце его громко застучало, сделалось тяжело дышать. «Ты стар, брата ягитнин!» Закончил свою речь старшина у Налашки, покачивая головой увенчанной красивой деревянной шляпой конической формы. Скоро уйдешь в страну звезд или в сады для набородого бога, не дай весеннее облачко сиротой оставить. Отдай хорошему, храброму и богатому человеку. А здесь для прислуживания тебе есть рабыни. Дмитрий Атаман жизнь не жалел, защищая нашу общину. Неужели женщину пожалеешь для надежного и сильного друга? Извини меня, приятель. Весеннему облачку пора становиться матерью. А разве мы с тобой в состоянии сделать детей? Прошло наше время. Подарков тебе и твоей родне привез косяк. А еще чего надо? Скажи! Щедрый Митрий Атаман все отдаст за светловолосую женщину. Завладела она его сердцем. Молодой еще. Вождь Айгитнин молчал. А люты, как индейцы и чухчи, правилам полагали чувство выражать сдержанно. Глядя на островитянина, тяжело определить о его настроениях. Что на уме у Тайона Умнанка? Дмитрий хотел кое-что добавить и от себя, но Тунунгасон остановил его повелительным жестом. Жди. Русич стиснул зубы и стал ждать. Он пристально смотрел на растолстевшего, рыхлого старшину. Неожиданно для себя представил, каким был Тайон Умнанкцев молодости. Должно сильным, решительным, ловким и, конечно, смелым. Чувствовался в старике какой-то затаенный огонь. Наконец, Айгитнин поднял голову и пристально глянул на ссыльного десятника. Глаза его лукаво блеснули. Саблю, заженку, отдаст Митрий Атаман? Буза не ожидал такого каверзного вопроса. Старый вождь назвал самую ценную для казака вещь. Княжеское оружие, отцовское наследство, гордость и зависть даже для настоящих потомственных дворян. Но раздумывал Дмитрий буквально мгновение. «Тунунгасон сказал, что за весеннее облачко я ничего не пожалею». Он правильно сказал. А потом они втроем возвращались на Уналашку. Трехлючная байдарка легко скользила по спокойной глади океана. Впереди греб Тайон, в средине весеннее облачко. Дмитрий на корме. Он с упоением вдыхал сладостный запах любимой. «Вперед, дорогие мои!» Светловолосая красавица, уверенными, сильными, почти бесшумными взмахами двухлопастного весла, спор и помогала мужчинам. Буза любовался креолкой. «Повенчаюсь с весенним облачком!» Отец Иннокентий будет мной доволен. Голубые глаза колымского казака вновь обрели смешинку. «А что с сабли?» «Еще лучше добудем!» «Дайте только срок!» Примечание. Шляпы у алиутов носили только вожди. Рядовые охотники и воины носили своеобразные деревянные козырьки. И те, и другие головные уборы ярко разукрашивались, украшались севучими усами, бисером, перьями и костяными фигурками. Алиуты говорят, счастье – это когда человек забывает о всех своих горестях и печалях. С весенним облачком Дмитрий Буза позабыл не только о печалях и горестях, но и о суровости островной всей этой жизни. Колымский казак с улыбкой воспринимал жестокие штормы, проносившиеся над налажкой. Ха! Разгулялась ночь и непогодка. Ничего, недолго. Когда светило солнце, он радостно смеялся. Что ни говори, красивы наши места. И потом, теперь у сибирского дворянина было свое солнышко, свой ангел небесный. Все удавалось Дмитрию. Дозорный обход окрестных островов. Не появляются браконьеры. Попрятались. Промысел морского зверя. Чуть ли не под окнами бьют океанских котиков. Он даже по ягоды ходил со своей несравненной светловолосой креолкой и набирал их больше всех. Что там? Отцовскую саблю вернул ему Тайон Айгитнин. Старик умер через год. Отходя в мир иной, старейшина Умнака велел наследникам отвезти драгоценную саблю прежнему владельцу. Назад вернулась подруженька. По всем приметам, Дмитрий Буза счастливый человек. Вот так. Завидуйте, кто завистливый. Декабрь. Весеннее облачко, отец Накентия крестил ее Василисой, носило под сердцем первенца. Сильно волновалась молодая женщина. И надумала она узнать у упрямой, кого ей ждать. Мальчика или девочку. Дмитрий не спорил с супругой. Ну, пошли, спросим у бабушки, раз уж не втерпешь. Они не спеша дошли до озера у подножья вулкана. Светловолосая креолка велела мужу остаться на берегу, а сама исчезла. Счастливый десятник дожидался долго. Короткий день мир наклонился к вечеру. Заходящее солнце окрасило все пурпурно-розовым. Вытянулись длинные тени. Темнело небо. Ни ветерка. И вдруг Дмитрий услышал всплески. Купается, что ли, кто-то? Он поднялся и пошел к озеру. Подогретый вулканом воде, почти по пояс, стояла его молодая супруга. Волосы рассыпались по плечам и спине. Стройное обнаженное тело отражалось в хрустальной чистоте. Василиса грациозно нагнулась, набрала полные пригоршни воды и плеснула в лицо. Потом еще, еще, еще. Простудится, дурочка! Она оглянулась, игриво повела бровью и побежала к мужу. Жаркое объятие. Ласковое, доброе лицо женщины с нескрываемой любовью, глядящая снизу вверх. Упрямая сказала, что у нас родится сын. Будущий храбрый воин и косяк. Креолка тихо рассмеялась. Губы Русича расплылись в счастливые улыбки. Он крепче прижал к груди любимую. Мы назовем его Иель. Хорошо. Никогда в жизни Буза не испытывал еще такого чувства радости и покоя одновременно. Последний солнечный луч упал на влюбленных, благословляя их на долгую совместную жизнь. А через два дня на Уналашку пришла настоящая зима. Вьюжная и необычайно суровая. Эпилог. Чудесное утро. Солнце уже взошло на лазурное небо. Радужные краски. Великий океан благодушен. На горизонтах небеса и водная ширь сливаются, улыбаясь друг к другу. В вышине раздается легкий посвист. Это назов с севера летит супружеская пара лебедей. Плавно взмахивает крыльями. Длинные стройные шеи грациозных птиц вытянуты. Царственные крылья подобны парусам из белоснежного шелка. Оранжевые лоскутки прижатых к телам перепончатых лапок. Воистину, грациозные создания. Самые изящные из водоплавающих земного шара. Трубные и звучные кличи возвещают приход в Русскую Америку весны. Ну еще благодарность за книгу пару минут вашего внимания отвлеку. Я хотел вам сказать, что автор этой книги Вадим Александрович Силантьев, я думаю вы согласитесь, прекрасный историк и писатель и приключенец как оказалось. Поэтому я оставлю в описании ссылки на его работы и обязательно ознакомьтесь с ними, поддержите человека. И вот еще расскажу. Мне на почту недавно пришло письмо с вопросом, могу ли я сделать аудиокнигу на заказ. Да, безусловно могу. Я могу сделать аудиокнигу на заказ, я могу сделать поздравления на заказ. Я могу сделать все что угодно, все что со звуком связано и смонтировать это очень вкусно для вас. Более того, я прошу просто дать возможность мне заработать. И если у вас такая возможность есть, то обращайтесь, обращайтесь. Все мои контакты есть всегда. Человек я абсолютно открытый и ради возможности заработать копеечку нам с мамой на житье-бытие и на производство будущих книг я просто счастлив буду для вас сделать качественный продукт. И еще. Лариса Петровна С. Сообщение удачи. Просто кто-то безымянный Стиньков. Спасибо тем не менее. Людмила Александровна Г. Ирина Иннокентьевна Я. Загир Османович Б. Красавчик очень классно озвучил Плато. Людмила Анатольевна Х. Ольга Леонидовна П. Спасибо за душевное прочтение. Друзья мои, мои меценаты, это вам огромное спасибо за то, что поддерживаете и дарите людям возможность слушать бесплатно аудиокниги. Разве может быть что-то лучше? В описании есть и карточка моя, и донат-алерт. Поэтому милости прошу. А тем, кто не может поддержать, отчаиваться не надо. Поддержать может каждый всегда. Лайк, хороший комментарий, чтобы не одно слово, а прям побольше. И, соответственно, репост это, если вы поделились моей книгой. Помогаете мне развиваться. Вот она, ваша поддержка. Дорогой читатель, я хочу анонсировать для тебя к майским праздникам, вернее к их началу, ну примерно к 9 мая. Интереснейший проект, которым сейчас занимаюсь я вместе с писателем Сержем Красаковским. Те, кто даже знаком с какими-то его произведениями, тот совершенно не знает даже, о чем я сейчас говорю, потому что это серьезная работа, абсолютно без всякого там фэнтези, без всякого юмора. Пока у него только рабочее название Саламандра. В общем, это книга, которую готовит не только Серж Красаковский. Я, там участвуют серьезные консультанты по истории. Книга большая и очень вкусная. Даже тем, кто любит фантастику или хочет ее от меня, вот что-то типа попаданцев, тот точно не разочаруется. Не потому, что там будет что-то фантастичное. Нет, там будет главный герой, парень, такой же простой, как мы с вами, там парнишка с нашего двора. Будет его друг Казах, который с ним отправится. Даже не друг поначалу он. Ну, не буду спойлерить. Есть настоящие герои, множество настоящих приключений на тропах нашей Великой Отечественной войны. Все по-настоящему, все очень круто закручено. В общем, не удержусь, иначе все расскажу. Но я клянусь, такого продукта для вас я еще не делал. Это будет просто шикарное что-то бомба. Итак, YouTube-канал Костя Суханов. Начало мая. Я жду каждого, чтобы встретиться с крутейшей книгой. Засим, с любовью и безграничным уважением к моему слушателю. Читал для вас Костя Суханов. Услышимся с актерским приветом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok